На этом видео комик Александр Долгополов выступает на сцене московского пространства со своим стендапом. И вроде бы все как обычно. Дружеская атмосфера, смех в зале, но что-то пошло не так. Смотри, это не настоящий Долгополов. А бывает, что какой-нибудь старухой полдня проводишься? Нет, это не Долгополов, нет. Посмотришь на ветрен? Батюшки. Давайте вы выйдите выступить, если вам не нравится. Короче, ты вообще все равно на кого-то ходишь. Во время концерта одна из зрительниц выкладывает стори в свой в инстаграм, где она чем-то недовольна и говорит, что Долгополов не настоящий. Ребят, нас только всех обманули, это не Долгополов ни разу. Кто представился артистом и что это было за мероприятие, мы сегодня попытались разобраться. Это ютуб-канал «Здесь настоящие люди». Информация о концерте была размещена в социальных сетях винтажного шоурума «Архиватор». На ней человек, действительно похожий на Александра Долгополова. Проанализировав лайки к этому посту, нам удалось его вычислить, и мы с ним связались. Но это чуть позже. Мне написали знакомые, просто говорят, ну, можно мы у вас соберемся вечерком, у нас что-то вроде творческого вечера, нам нужно буквально там партию часов времени, вот, посидим, пообщаемся, как бы, ничего из оборудования особо не нужно, кроме микрофона. Я говорю, ну, хорошо, не вопрос, приходите. Ну, вы знаете Долгополова? Я слышал про него, но я не знаю, как он выглядит, я не без понятия, то есть я не особо интересуюсь этой темой. То есть вы не поняли, что это двойник, потому что не знали оригинал? Да. То есть вы не в курсе, что происходило, по сути? Ну, я присутствовал здесь, когда все это началось, я все это видел, на самом деле. Немножко было странно на этом наблюдать. Если вам не нравится спектакль, вы можете уйти, и деньги вам вернет организатор. Я хочу... Где организатор? Как выяснил наш канал, организатором мероприятия оказался некий Артур Убегай. Он известен московскому бомонду по организации атмосферных тусовок. Проблемы нового века, проблемы старого века, так далеко, так далеко, так конец меня, так далеко. Давай обозначим. Долгополов фейковый? Долгополов? Ну, смотря что считать фейковым. Выглядит как настоящий, говорит как настоящий. Почему фейковый? Нет, серьезно. Просто нужно отметить нам перед зрителями, что это не Александр Долгополов был. Это был человек, который его изображал. Да. Зачем тебе это? Зачем ты организовал эту движуху? Суть в том, что это перформанс. Все вокруг что-то очень серьезное в последнее время. Это инфополе, коронавирус и так далее, все эти новости. То есть слишком утомительно все это. Хотелось просто развлечься. Ребята, вы понимаете, что если бы по сути не ваша история, то про этот фейковый концерт никто бы не узнал? Да написали везде. Ну, во-первых, да, была фиша в телеграм-каналах. Второй момент, нам подарили билеты наши друзья. Ну, то есть они официально где-то их взяли. Мы пришли, было все цивильно. Нас встретили организаторы, сказали, как проходить. Собственно, там просили раздеться. И потом начался полный кринж. Ну, то есть Александр Долгополов фейковый. Это не он. Да. Но в какой момент вы поняли, что артист не настоящий? Ну, потому что он... Вот так говно рассказывал. Потому что очень плохо читал, очень плохо говорил. Непонятно, что было. Шутки не смешные. Она говорит, а зачем вы мне после семи вызовов будете нужны? Я говорю, ну, не скажите, вы меня не знаете. Я бываю от дня не по 12 вызовов. Не, ну там местами смешно было, но типа это было бы, стоило бы 300 рублей, а не полторы тысячи, да? Полторы тысячи. Ну, это был фри-донейшн, да. Прошу прощения. Да. А сколько стоит на твой концерт? 300 рублей. Кирилл, добрый вечер. Курьер отдал мне мою еду. И такой, удачи. Да, мы хорошо общаемся с Сашей. У нас прекрасные отношения. Он в курсе про то, что произошло? Я не думаю, что он в курсе. Как думаешь, он обидится? Трудно сказать. Давай не будем форсировать события. Как тебе этот чувак, который им представился? Ничтожество. Не смешной. Соответственно, не похож. Зарабатывает на чужом имени. Такой юмор нам не нужен. На улице очень холодно. Наш клон Долгополова назначил нам встречу на Новом Арбате, но пока он опаздывает. Видимо, уже почувствовал себя звездой. Сейчас тебе повесим микрофон. Спасибо, что согласился на интервью. А, Паша, это твое настоящее имя? Да, меня зовут Павел Долгополов. Ну, Долгополов, да, нахуй, джипсил Данил. Почему Новый Арбат? Здесь же холодно. Могли бы в кафешке какой-то посидеть? Ну, дело в том, что здесь находится мой любимый Стандам Куб, о котором я всегда мечтал. И когда я ехал в Москву, цель была попасть именно туда. Как ты стал Долгополовым? Ну, я узнал о нем довольно случайно. Несколько лет назад моя подруга прислала мне выпуск с его шутками, написала, посмотри, по-моему, ты очень похож на него. Ну, я посмотрел, меня действительно этого угнуло, думаю, ну, забавно. То есть похож. Ну, да, но я не приду в этом большого значения, а потом со временем разные мои друзья и знакомые, независимо друг от друга, стали мне писать, что я похож на него. А когда вышло интервью у Дудя, Долгополова, ну, все просто, ну, очень часто стали писать, я стал думать, как это обыграть. И в конце концов мой старый московский друг Артур пригласил меня в Москву выступить здесь с камерным концертом. Сейчас очень популярен жанр порожарки, но не все его вытягивают. И даже если вытягивают, то в жизни все равно юмористы обижаются часто, когда над ними шутят. И было интересно проверить, обидится ли Саша Долгополов на эту шутку. Ну, скоро узнаем. Он пока не отреагировал, насколько я понимаю. Да, пока не отреагировал. Как думаешь, он видел и просто игнорит или... Я думаю, он уже видел. Ну, наверное, он удивится. Думаю, так. Это будет приятное удивление или столько негатива? Мне кажется, что скорее нет. Мне кажется, не самое приятное узнать, что у тебя клон есть. Это в первую очередь репутационный удар. А в чем он говорит? Люди приходят на тебя. Они доверяют твоему имени. И встречаются на сцене с человеком, который так далек от того идеала, на который они покупали билеты. Как тебе сам монолог? Почему он показался не смешным? Судя по тем фрагментам, с которыми мы ознакомились с тобой, ну, это явно какой-то просто, может быть, я не знаю, даже любитель. Любитель, да. Может быть, вполне вероятно. Я допускаю это. Тот вчерашний концерт. Текст твой? Там были разные, разные шутки, в том числе и мои. Но то, что слили в сеть, это были не мои слова. Это вообще из выступления Петра Сеяна 92-го года. Серьезно? Да, да, да. Просто, на мой взгляд, это одно из наиболее выразительных выступлений, и я до сих пор слизистой пересматриваю. Завтра еще соседка попросила ее без очереди обслужить. У нее там тоже что-то прорвало. Завтра еще соседка попросила ее без очереди обслужить. У нее там тоже что-то прорвало, а муж Женек как назвал, пропалел. Ведь работать, что по большей части в сырости. Ведь работать, как приходится, по большей части в сырости. У него же в монологе человек попадает в странную ситуацию, когда его принимают за другого, по сути, тоже. Но это происходит по другой причине. Он попадает в какую-то газету и не в ту рубрику. Ему начинают звонить. Но, собственно, мы подумали, что это будет забавно. Было интересно, узнает ли кто-нибудь вообще этот монолог. Вроде как кто-то узнал. Я начал в какой-то момент чувствовать, что я это уже где-то слышал. Ну и потом вспомнил, что это, по-моему, Петросян. И кто-то из зала сказал, что это же Петросян. То есть прошаренные люди приходили? Ну, взрослые просто. После общения с Павлом мотивация всех героев на самом деле яснее не стала. То ли это какая-то посторонняя, то ли ребята пытались заработать денег, накосячили и сейчас пытаются перевести все в шутку и оправдаться. В любом случае, это явление далеко не новое. Еще в начале нулевых были популярные шоу двойников, где люди, похожие на Киркорова, Верку Сердючку или актеров Кривого зеркала выступали на сцене. Иногда официально, как пародисты, а иногда даже нелегально. Можно даже вспомнить тот случай, когда сам Чарли Чаплин пришел на конкурс своих двойников и занял там только третье место. Почему ты не хотел это срежиссировать как концерт двойника Долгополова? Почему надо было говорить, что это Долгополов? Тогда, чувак, тогда ничего бы не получилось. Это не стало бы инфоповодом. Не приехали бы СМИ, об этом бы не писали, не было бы столько комментов, ничего бы этого не было. Не считаешь ли ты, что это просто обман людей? Ну смотри, они придут, увидят, как выступает человек. Скорее всего, он будет смешно шутить. Ну, может быть и нет. Такое бывает со стендаперами. И они решают платить за это деньги или нет. Не, ну они пришли на Александра, а увидели Павла. Да, да. Это обман. Стали частью искусства. Попали в новости. Да и тем более на афише не было написано Саша. Там написано Долгополов. Да, Думя Эл. Две Эл, Одна Эл. Я знаю Долгополов, это бренд. То есть это использование чужого бренда. Вот был чувак, который отдал полтора ксаря и не получил Долгополова. Если ему что-то не понравилось, мы ему вернем деньги. В этом вообще нет никаких проблем. Ну тебя никто помидорами не забрался. Нет, нет. Ну просто да, люди, люди совместно выражали, выражали свой рост. Ну да, действительно, они расстроились. То есть они шли на любимую артисту, они попали на рандомного чайника из провинции. Потом эти люди начали общаться с фейком Долгополовым и кому-то он даже понравился, чуть ли не больше, чем на оригинал. Серьезно? Да, они ему сказали, что тебе надо быть чувакомиком, потому что ты забавный. Если бы он будет выступать под своим именем, вы бы пришли на его концерт? Ну, я пусть сначала... На концерт Паша Долгополова? Ну, нет, Паша и его фамилия настоящая. Ну, бесплатно, чтобы поддержать начинающего комика, который хочет развиваться в этом, возможно, да. Нет, ну если он попросит меня здесь что-то такое строить подобное, я думаю, не откажу, да, почему он приятный парень оказался. Он может стать артистом. Главное, что есть уже какой-то определенный образ, от которого можно оттолкнуться. Главное, чтобы он не выдавал себя за другого. Я правильно понимаю, что молодые стандаперы, которые начинают писать свои тексты, вот молятся на этот клуб? Или есть другие места? Ну, в моем случае это точно так. Я действительно... Это очень знаковое для меня место. Я именно, ну, можно сказать, мечтал... Мечтал здесь побывать, но хотя бы в качестве зрителя. Слушай, ну есть же, по-моему, открытые микрофоны, насколько я понимаю, где, в принципе, порог входа не такой высокий. Давай так, короче, если сейчас нас посмотрят, создатели, участники, или любые люди, которые имеют отношение к стендап-клубу номер один. Павел, который не говорит свою настоящую фамилию, но псевдоним Долгопол Лов, мечтает выступать у вас на открытом микрофоне. Пожалуйста, давайте это организуем, это будет, мне кажется, интересно. Потому что одно дело, когда кто-то сливает видео в телеграм-каналы, а другое дело, если ты напишешь классный текст. Только единственное просьба, попробуй прочитать не Петросяна, а свои шутки. Он нам сказал, что он планирует концерт в феврале. Стендап? Да. Забавно. Ну, как ты думаешь, вообще он насколько склонен к самоиронии, Александр? Насколько это по шкале надо оценить? Нет, ну, он вообще может на свой посмеяться. И вот такая ситуация может позабавить? Или реально больше склонен? Думаю, что да. Думаю, да. Если он настоящий юморист, я не думаю, что он должен обидеться. В принципе, юмористы, они же всех посмеют, они по многам это в сутях профессии. И странно, когда многие юмористы сами оказываются очень уязвимы для холкостей, шуток, но даже если это очень злые шутки, и даже если там откровенная отравля, все равно юмористы, кажется, он не должен, он не должен быть уязвим. А на что обижаться? На что? На что? Ну, блин, твои проблемы. Друзья, это вот тот самый случай, когда пока я делал этот сюжет, я сам еще больше запугался. И сейчас я хочу уже доделать это видео, чтобы сам его пересмотреть и чтобы мне было понятнее, что произошло. обязательно напишите, какие у вас чувства после просмотра этого видео и как вы относитесь к всему произошедшему. И обязательно подпишитесь на наш канал, потому что здесь настоящие люди. Каждую неделю годный контент. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok